Здравствуйте! Сегодня хотелось бы на такую интересную тему поговорить. Ко мне обратился мужчина с вопросом. Я понимаю, что наверняка такие вопросы редко возникают, но раз уж он появился, то мне интересно было бы озвучить на него ответ в данном ролике. Может кому-то это будет интересно, а может кому-то это и пригодится в жизни. Ситуация какая? Мужчина является плательщиком алиментов. Его дочь в 16 лет вышла замуж, а в 17 лет она успешно развелась. В кавычках, конечно, успешно. И вот должен ли он в такой ситуации платить алименты ее маме? На нее ее маме, своей бывшей супруге. Ох уж эти детки. И здесь сразу вспоминается передача беременна в 16 или как там, что-то подобное. Я мельком как-то один раз видел. Но речь в видео не о половой раскрепощенности юношей и девушек, а о том, надо ли платить алименты в такой ситуации. Давайте разберемся. У нас есть статья 120 Семейного кодекса прекращения алиментных обязательств. В этой статье нам говорится о том, что в случае приобретения несовершеннолетним полной дееспособности, то алиментные обязательства прекращаются. И здесь возникает вопрос, а когда несовершеннолетний приобретает полную дееспособность? Здесь хотелось бы, наверное, рассказать о двух статьях Гражданского кодекса Российской Федерации. Это статья 27 Эмансипация. Что-то Логутенко вспоминается, девочка Эмансипе, песня такая была давным-давно. И статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так вот, 27 статья нам говорит о том, что полной дееспособностью несовершеннолетний начинает обладать в том случае, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или занимается предпринимательской деятельностью. Ну, естественно, с согласия родителей, опекунов и тому подобное. Понимаете, да? То есть, если уже даже ребенок начал работать официально, то он получает полную дееспособность. Читаем статью 21 Гражданского кодекса. Там тоже говорится о приобретении полной дееспособности. И в данной ситуации нам говорится о том, что с 16 лет, если несовершеннолетний вступает в брак, то он приобретает полную дееспособность. То есть, с момента регистрации брака в органах ЗАГС. ЗАГС, да? Полная дееспособность. И здесь важный момент. В этой же статье нам говорится о том, что даже в случае расторжения брака, несовершеннолетний не теряет вот эту полную дееспособность. Какой вывод мы можем сделать в конце данного ролика? Понятное дело, что после того, как дочь мужчины, который обращался ко мне за консультацией, зарегистрировала брак, она приобрела полную дееспособность. И если она не является инвалидом, то алиментные обязательства у этого мужчины прекращаются. Даже независимо от того, что она потом расторгла брак. Вот такой вот ролик. Надеюсь, ни у кого такие ситуации не возникнут. Но, тем не менее, вот такая информация. Кому было интересно, ставим лайк, подписываемся на канал. Свой юридический вопрос можете задать мне в группе ВК. Консультация платная. Увидимся в следующих видео. Всем до встречи. Пока.